Добрый вечер, друзья! Вот что значит, когда приходит тепло. Моментально цветы набирают бутоны, начинают цвести в холода. Приходилось всё это очень долго ждать. А тут эпионы сразу вот расцвели и колокольчики начинают цвести. И ранний клематис тоже было. Два цветка стало буквально за один день, за одну ночь. Вот такая красота распустилась. Колокольчиков здесь населилось, конечно. Ой, сколько! Это вот лаванда свои колоски выдвигает. Вот клематис ещё мелкоцветковый бутон набрал, ароматный который. Ранее пионы вот один остался, и всё. И отцвели. Вообще пионы быстро очень отцветают. Сегодня мне надо будет поливать свеклу свою. Муж очень устал. Он всё утро поливал капусту, морковку, лук. Что-то там ещё поливал. Смотрю, и кабачки кое-какие поливал. Ну, поливаю я свою свеколку, которая... Она уж прижилась, кстати, вся прижилась. Потому что я её ходила с бутылкой, поливала. Вот не знаю, на укропе как вчера я протравливала. Лучше стало или нет. Столько было много укропа, и весь он это... Какая-то тля его заела. Так, сейчас посмотрим, что здесь делается. Гнездо паутинное муж, оказывается, снял. Я у него вчера спросила, но оно, гуть, было пустое. Уже спустились гусеницы на землю собаки. Вот, а гнездо он снял. Яблоки есть? Пока я их много не вижу. Вот здесь вот вижу понизу. За липушек. Это на Антоновке. Вот ещё гнездо вижу. Ну вот. Похоже, тоже они уже пустые. Вот. Всё из них уже... Вот ещё. Аж три гнезда. Всё из них уже спустилось. Как-то раньше я не замечала таких гнезд, чтобы они такие были. с червями. С гусеницами. Наверное, я плохо смотрела. Вот на это яблони я ни разу не видела. Хотя вот у соседа того... у него всё в паутином... в этой паутине было. В прошлом году продавали ему, чтобы он потравил. Он ничего по огороду не делает. Так вот этот пойдёт, наверное, в ствол скоро. Да, он уже идёт в ствол. Кинза. Надо будет её вытаскивать, выдёргивать и съедать. Тут усмородина рубиновая. На мельбе. Сейчас посмотрим, что-нибудь есть. Да, есть яблочки кое-где. Ну, не сказать, что прямо много-много. Но нормально. Есть. Так, вот тут смородину дождей нету. Хотелось бы подкормить. Желтеют листья. Вот тут вот всегда много влаги бывает. Но, скорее всего, яблоня всё это поглощает. Я смотрю на листья. Нет вредителей никаких. Гниль тоже нет. Это рубиновая тоже. Если я посыплю удобрение или это и полью, это же мало. Это же очень мало. Этот лук я на семена хочу оставить. Это Эксибишн. Вот этот длинный я тоже Эксибишн хотела на семена. А этот надо уже съедать. Так же, как и салат. Здесь клубничка начинает немножко розоветь. Это ремонтантная. Её у нас очень мало. Я не помню. Мы три кустика, по-моему, купили. Но вот немножко она разрослась. И усики даст. Я буду их укоренять. Но пока она не даёт усики. Пойдём. Что ты там делал? Лягушку опять морщил. Что такое? Давай, давай. Я протравливала у тебя уже два раза. Не чешись. Залез куда-то за курятником. Ну. Ну. А. Вот. Ох ты. Ох ты, хулиганчик. Вот такой у нас хулиганчик. Смотрите, как хорошо зацвели вот эти купленные мои бетунии. Я вот этим бетуням добавила земли. Правда, вот здесь вот брала и сюда досыпала. Потому что мало было очень земли. не лови пчёлку. Укусит. так. Здесь тоже у меня клубничинки. Я, конечно, по всей не лазила. вон, смотрю, краснеется. Да. Кысь. Вот вчера розы. Только-только, только-только они бутончики были, говорю. Зацветут скоро розы. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Очень обильно цветущая роза вот эта. Это плетистая. Она должна быть длинная. Но плохо перезимовала, потому что я ее не накрываю. Так, вот. Ну, чего ты там морщишь? Что там? Шушига. Шушига. От лисицы загородила еще палкой. Приходит лисица. Приходит лисица. Наверное, на запах кур. Уже два раза мы ее видели в огороде. И по соседским участкам, по дороге муж идет на рыбалку рано. Ходят лисы. вот тебе и город с лисами. Есть им, что нечего. Или, может, они бешеные. Не боятся. Проходят мимо людей, никого не боятся. А мы их боимся. сегодня муж пять огурцов принес. До вчерашние три сделали. Салат бутва у картошки темная и сочная, огромная, хоть и полива нет. Но это не говорит о том, что, значит, картошка будет хорошая. это об этом не говорит. Просто подкормили куриным компостом. Ну и бутва хорошая. Картошка обыкновенная будет. Так, свеколка, я тебя тоже полью здесь. Полью обязательно сегодня. Так. Давай, давай, спускайся сам. пищит. Лук не очень-то хороший идет. Желтеют кончики и, наверное, отгнивает, скорее всего. Он там вообще плохая луковица. Так, спрыгнул. Кс! Спрыгнул. Норковка в этом году не очень хорошо взошла. и оподсевала, она и не взошла. Чеснок в это время у нас всегда начинал гнить. Когда вот срывали мы вот такие вот стрелы, но это вот муж оставил на семена какие-то, он сказал, без меня ничего не срывай. и в это время он начинал желтеть очень сильно и страдал, заебался. А вот Любаша почему-то пишет, что в июне должна стрелки тоже давать стрелковаться. Ничего не видим. Стебель толстая, что там внизу может и ничего хорошего. Так, да и не пыталась я там опылять, не знаю, вроде некоторые есть. Надо будет зайти, там лежит какая-то посмотреть. но надо ходить и опылять каждый день. Вот которые я не опылила, смотрю, желтые уже. Ну, огурцы. Огурцы выдурились нормально, сейчас растут. Два перца сняли, ожог был у них солнечный. А может кто заел вот типа как вот перчина. такая вогнутая гниль была на ней. Такая сухая. Гороху надо опоры ставить. Вот что значит картошки не время. Здесь вот не зашла картошка. Муж подсадил. Она так и не выходит. это лист яблочный наверное. Прилетел молодая груша, которая цвела и оставила одну грушку. Она ее бросила. Сбросила. Все, нету. И не попробуем значит. лошадь, лошадь. А